В сегодняшнем видео мы посмотрим, как можно добавлять разнообразные эффекты на наше видео, а также на фото. Глич эффекты, просто эффекты и фильтры, то есть цветокоррекция. Мы будем рассматривать приложение Glitch.com. Само приложение доступно как для Android, так и для iOS. Но поскольку он не Android, то я захожу в Google Play. И то приложение, которое нас интересует, его иконка третья сверху. Видеоредактор для лайк TikTok. На самом деле его название Glitch.com и его издатель InShot Incorporated. Судя по названию, тот же самый создатель, который сделал программу InShot. Итак, оно у меня уже скачено, мне остается его только открыть. На первую страничку. Здесь всего две кнопки. Редактировать и запись. То есть мы можем редактировать уже те видео или фото, которые у нас есть в телефоне, либо записать заново. Но мы рассмотрим редактирование. Нажимаем на кнопку, попадаем в нашу галерею. Здесь я для примера выберу несколько видеороликов коротеньких. И выберу одно фото, просто чтобы показать, что можно работать так же и с фотографиями. Вот они все добавились на нашу панельку инструментов. Итак, внизу мы видим панельку инструментов. Первая кнопочка обрезать. Это, как вы уже понимаете, подрезать наш видеоролик. Вот как в этом ролике у нас в начале темнота. Мы можем ее полностью обрезать. Можем обрезать спереди или сзади. И согласиться. И так пройтись по всем видеороликам, если необходимо. Вот этот тоже длинноватый. Подрежем его чуть-чуть до 8 секунд. И последний видеоролик. Тоже длинный. Можем его чуть-чуть спереди обрезать. И чуть-чуть сзади. Следующая кнопочка пропорция. Здесь мы, в зависимости от того, где мы будем размещать видеоролик, выбрать пропорцию. Как вы видите, это для всех популярных соцсетей. Но у меня видео горизонтальное, и я выберу такую пропорцию. И эта пропорция применится сразу ко всем нашим роликам. Копировать. Это просто копировать. Если мы выберем какой-то, скопируем, у нас получится их два. Так же легко можно удалить. Фон у нас, если мы его, например, уменьшим, то, как видите, вокруг него образуется размытый фон. Но так же мы можем выбрать какой-то цветной фон, если необходимо. Либо можем вернуть нашу фотографию на место, стянуть на весь экран. Согласимся. У фотографии нестандартная ширина. Поэтому, как видите, у нее по бокам есть поля. Вот здесь мы можем добавлять фон, либо не добавлять фон по своему желанию. Пускай будет размытый. Следующая вкладочка скорость. Выберем какой-нибудь видеоролик. Вот, например, бегущие люди. Выберем скорость. Здесь скорость можно увеличить до двух раз. Как видите, быстро они побежали. Либо уменьшить в два раза. И вот последнюю фотографию на всего лишь 3 секунды. Когда мы выбираем фотографию, здесь немножко другая панелька. Здесь есть время. И мы можем ее растянуть, например, на 5 секунд. После того, как мы подредактировали все, что нам необходимо. Но тут еще есть вкладка поворот, но здесь ничего особенного. Просто поворот. Переходим во вкладку следующее. И вот здесь мы уже видим, что панелька инструментов поменялась. Мы видим здесь вкладочки глитч, эффект, фильтры, музыка, наклейка и текст. И сейчас мы по очереди их все рассмотрим. Глич. У нас сейчас выбрана глитч. И здесь есть много бесплатных и платных эффектов, которые мы можем накладывать на наше видео или фото. Например, вот наш котик. Если мы нажимаем на эффект и его удерживаем, он применяется. Как только мы палец отпускаем, этот эффект больше не применяется. Можем выбрать другой эффект. Тоже держим и применяем. Третий эффект. И так можем выбирать все эффекты, которые нам нужны. Вот еще смешной эффект. Вот по очереди можно раздваивать за фотографии. Расстраивается. Четыре раза. Шесть раз. Далее мы можем перейти в следующую вкладку эффекты. Здесь уже другие эффекты. Вот, например, shadow, то есть тень. Если мы применим такую тень, как видите, как будто бы на собачку легла тень. Или вот такая тень. Есть тут такие киношные эффекты. Эффект кинопленки. Например, удерживаем и накладывается такой эффект. Если мы первый раз применяем эффект, он вначале подгружается в телефон, а потом мы можем его применить. Вот так. Таким образом. Есть интересный эффект dream. Здесь разные летящие объекты. Интересно смотрятся. Такие волшебные какие-то. Шарики вот такие. Эффект float тоже интересный. Здесь летящие одуванчики. Летящие листья. Но тут, конечно, можно поиграться. И еще такие летящие лепестки. Сердечки. Интересный эффект. Удерживаем, появляются такие вот мыльные пузыри в виде сердечек. И такие вот еще интересные эффекты движения. Таким образом получается. Вот еще какой-то интересный. Такой, как будто бы взрыв. Как видите, у нас на нашем видео были наложены глич эффекты. И поверх глич можно наложить еще другие эффекты. Но глич на глич не накладывается. И эффект на эффект, насколько я понимаю, тоже не накладывается. Он просто стирается. Если у нас уже вот на нашем котике наложен такой эффект движения. Если я попробую тень наложить, то предыдущий эффект стирается, а этот накладывается. Следующая вкладка фильтры. Но это так же, как и фильтры для фотографии, только они применяются к видео. Они меняют цветокоррекцию нашего видео. Тут тоже можно попробовать их применить. И у нас остались вкладки музыка, наклейка и текст. Сейчас мы их быстро рассмотрим. Музыка позволяет добавлять музыку к нашему видеоролику. Здесь есть встроенная библиотека. Но необходимо помнить об авторском праве. Потому что эта музыка может быть заблокирована в некоторых соцсетях. Есть здесь кнопочка больше. Если мы сюда перейдем, здесь вся та же самая музыка, а также разбивка по категориям. Но вверху есть кнопочка импорт локальной музыки. Сюда мы можем загрузить музыку с нашего телефона, которую мы предварительно подготовили. И которая не нарушает ни чьи авторские права. Следующая вкладочка наклейки. Чтобы добавить наклейку, переходим в плюсик. Здесь подгружаются у нас встроенные стикеры. Это смайлики. Потом здесь есть еще какие-то надписи, картины, сердечки. У меня добавлен один стикер. Его можно увеличить, уменьшить, повернуть, как нам необходимо. И на панельке с нашим видео мы можем растянуть его длительность, либо уменьшить его длительность. Со стикерами еще есть одна функция. Если мы нажмем на иконку фотографии, мы попадем в свою галерею. И в галерее здесь нам предлагают, откуда мы хотим загрузить свое фото. Выберу Google Фото. И здесь открываются все наши фото, которые в нашем телефоне. Отсюда мы можем выбрать любое фото, добавить на свое видео. Таким образом. И последняя вкладка «Текст». Чтобы добавить текст, мы просто нажимаем «Т» с плюсиком. Печатаем наш текст. Чтобы редактировать текст, нажимаем «Карандашик». Здесь у нас есть возможность для редактирования. Во-первых, можно выбрать само начертание текста. Но, к сожалению, для кириллических шрифтов здесь не все начертания можно применить. Следующая вкладочка у нас «Цвет текста». Можем выбрать, какого цвета будет наш текст. «Граница» – это обводка вокруг текста. Если необходимо. «Фон» – это вот то, что мы только что сделали. Можно выбрать фон и его прозрачность. Можно его сделать полностью непрозрачным, либо полупрозрачным. Можно выбрать без этого эффекта. И «Тень» – это тоже такая легкая тень вокруг нашего текста. Текст мы можем тоже размещать в любом месте. Можем растягивать его на панельке с нашим видео. Делать его более продолжительным или коротким. И просто можем удалить. И еще один маленький, но важный момент. Как вы видите, на нашем видеофайле есть логотип «Гличкам». Программа позволяет нам его убрать. Нажимаем на крестик. И тут либо нам нужно купить эту программу, либо снять бесплатно, просто просмотрев рекламу. Идет реклама. И после просмотра рекламы 25 секунд, как вы видите на нашем видеоролике, нету никаких обозначений. После чего мы можем нажимать кнопку «Сохранить». И видео сохраняется на наш телефон. Таким образом мы рассмотрели все инструменты данной программы. Итак, друзья, если вам видео понравилось и было полезным, буду рада вашим лайкам и комментариям. А также приглашаю подписаться на мой канал.